Сразу два знаменательных события – день рождения и презентация книги. В Покинском международном пресс-центре собрались общественные деятели, ученые, историки, уроженцы Армении, журналисты. Все они пришли поздравить одного из самых ценных людей для азербайджанского общества – Исрафила Мамедова. Сегодня ему исполняется 91 год. Уроженец Армении, занимавший в этой стране пост заместителя министра образования, ученый, историк и яркий пример патриотизма Азербайджана. Десятки работы Исрафила Мамедова разоблачают армянские фальсификации истории на основании научных доказательств. Этой деятельностью он занимался еще в годы проживания в Ереване, а прожил он там чуть больше 60 лет. Несмотря на угрозы со стороны армянских националистов, ученый не отступился от своей принципиально важной задачи – доведения реалий истории азербайджанского народа до мировой общественности. Новая книга Исрафила Мамедова посвящена древнему азербайджанскому городу Иривану. Ныне это столица современной Армении. 20% азербайджанских земель находятся под оккупацией. И это еще не все. Одна часть территории Азербайджана осталась на земле, которая сегодня именуется Республикой Армения. Было время, когда там проживали 550 тысяч азербайджанцев. А теперь там нет ни одного азербайджанца. Очень странно, что мировое сообщество, международные структуры не дают этому надлежащую оценку. 550 тысяч человек вдруг исчезли. У них были дом, двор, своя культура. Только в одном Ереване работало 40 с лишним тысяч учителей. Сколько было школ, книг, и все это пропало. Уничтожено. Исрафил Мамедов, прозванный в кругу коллег, ходячим архивом, родился в 1927 году в Мегринском районе Зангизурской области. Свой путь он начал с работы в районной газете. Параллельно работал ведущим районного радио, а также занимал должность первого секретаря районного комитета комсомола. В период с 1955 по 1990 год Исрафил Мамедов работал в редакции газеты «Совет Эрмянстаны». Был последним главным редактором этой газеты. Он главный консультант 12 документальных фильмов о геноциде азербайджанского народа, снятых в Азербайджане и Турции. В 1990 году в результате проводимой в Армении этнической чистки азербайджанцев ученый вернулся в Азербайджан. При этом он вывез в Баку ценные архивы, связанные с историей Азербайджана. Республиканское радио передало в эфир сотни его статей на азербайджанском языке и больше двух тысяч аналитических материалов на армянском языке. Уже сколько лет он писал разные книги об истории Иривани, а эта книга посвящена именно культуре. Что Ириван является одним из культурных центров Азербайджана. Мы-то поколение жили там, видели, но наша молодежь должна знать, какова история Иривани, что это именно была исконно азербайджанская земля и как поэтапно оттуда вытеснялся азербайджанский народ. У азербайджанцев в Армении было большое наследие. В Ириване функционировал драматический театр имени Джафара Джабарлы, была большая библиотека, школы. Кроме того, в Ириване мы широко отмечали юбилеи наших азербайджанских драматургов-поэтов. К примеру, еще до 1988 года мы отмечали там 80-летие Самеда Вургуна. Причем участие в этом принимали коренные жители Иривана. Быть дочерью Исрафила Мамедова – это большая гордость, большая ответственность. Мы стараемся всегда гордо нести его имя. Мы отец из тех людей, которые очень многое сделали для своей родины. И сегодня, уже в 91 год, он продолжает писать, чтобы новое поколение знало о наших исторических землях – Ириване и Ириванском ханстве. Мы многое пережили, у нас столько всего осталось в Ириване. Сегодня мы живем в надежде, что однажды сможем туда вернуться. Мы хотим, чтобы наши внуки хотя бы раз смогли поехать и увидеть Ириван. Еще сто лет назад город Ириван был азербайджанским. Пока 29 мая 1918 года он не был официально передан в качестве столицы Араратской республики – нынешней Армении. Причиной этому стало отсутствие у армян территории для обретения государственности. Азербайджанская демократическая республика была вынуждена передать Ириван и его окрестности, в том числе Гюйчу Зангизур. В противном случае признание независимости АДР было исключено. Сегодня, по прошествии стольких лет, только написанные книги могут восстановить события прошлого. И потому особенно важно, чтобы путь таких ученых, как Исрафил Мамедов, был продолжен новым поколением азербайджанского народа. Михребан Касумова, Рашат Агвали, Сибиси.